Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о генетическом кариотипировании, как обещали в прошлом видео, и поговорим мы о кариотипировании с аберрациями. Итак, что собой представляет в принципе хромосома? Хромосома — это спрессованные нити ДНК, которые несут информацию о геноме человека. Конечно, хромосомный набор у каждого вида свой. У человека это 46 хромосом, 23 пары хромосом. Одна из них является половой. У женщины это 2Х хромосомы и нормальный женский кариотип 46XX. У мужчины это X и Y, и соответственно нормальный мужской кариотип XY. Что же такое аберрации? Аберрации — это изменение количества и структуры хромосом. Они могут носить регулярный характер, может быть, могут быть нерегулярные. Регулярные, как правило, закладываются во время зачатия или сразу после него. Нерегулярные — это та вещь, которая может возникать в результате каких-то вредных воздействий. Химиотерапия, радиация и так далее, и так далее. Важно получить наиболее полную информацию о геноме человека, о возможных каких-то хромосомных аномалиях. И с этой целью лучше, конечно, проводить полный анализ кариотипирования с аберрациями. Что нужно сказать? Каким категориям пациенток или каким категориям семейных пар назначается такой анализ? Ну, в тех ситуациях, когда были достаточно частые случаи невынашивания, особенно если мы говорим о невынашивании в малых сроках в первом триместре беременности, потому что мы уже говорили с вами в предыдущем ролике, что именно хромосомными аномалиями, именно сбоями, вот этих генетическими сбоями в этих эмбрионах обусловлены вот эти остановки беременности. Также это может касаться тех семейных пар, у которых в течение многих лет отмечается бесплодие, речь идет о пяти годах больше. Те женщины, у которых были уже попытки ЭКО, и эти попытки были неудачными. Ну, то есть есть такие категории, которым такие вот анализы проводить необходимо. Теперь давайте поговорим о процедуре проведения этого анализа. У человека забирается кровь, выделяются лимфоциты, и с помощью специальных препаратов, метагенов эти лимфоциты заставляют делиться. Деление происходит до тех пор, пока могут визуализировать хромосомы. На этом этапе деление останавливают, делают специальные мазки на стекла и проводят непосредственно исследование. Вот если говорить о исследовании, о простом кариотипировании, исследуется где-то 12-15 клеток. Если говорить о кариотипировании с абирациями, то исследуется где-то в районе около ста клеток, поэтому вот из этого можно сделать вывод, что это исследование более информативное, да, более углубленное. Как готовиться к этому исследованию? Ну, безусловно, накануне не стоит употреблять алкогольные напитки, не стоит употреблять какую-то жирную пищу. Нужно обязательно посмотреть на общее состояние своего здоровья, то есть нужно, чтобы не было каких-то какого-то дискомфорта, каких-то там катаральных явлений. Но, естественно, когда речь идет о каких-то там острых заболеваниях, ОРВИ, ОРЗ, или обострении каких-то хронических заболеваний, это тоже не совсем удачное время для того, чтобы проводить этот анализ. В наших клиниках такие исследования проводятся достаточно давно, мы имеем большой опыт, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите обсудить какие-то темы, особенно если вы живете не в Москве, достаточно далеко, пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите в комментариях, мы с удовольствием вам ответим. У нас есть возможность проведения онлайн-консультации для женщин, которые живут не в московском регионе, у нас есть возможность очных консультаций, поэтому, пожалуйста, приходите, мы всегда готовы и мы всегда рады путем вам помогать.